Глава первая. Уверенность. Самостоятельность головы учащегося – единственное прочное основание всякого плодотворного учения. Константин Дмитриевич Ушинский. Я принял решение, и никто и ничто не может меня остановить, даже я сам, сама. Начнем с этой цитаты из фильма «Жутко громко и запредельно близко». Пусть эти слова станут нашей мантрой на пути подъема собственной самооценки. Почему необходимо пройти этот урок? Первое. Никому не интересен человек, который не уверен в себе. Возникает вопрос, а действительно ли этому товарищу, пришедшему на кастинг, роль так уж и необходима? Второе. Когда вы научитесь понимать себя, легче будет разбирать персонажей, монологи, и, соответственно, станет проще функционировать на сцене. Предлагаемые упражнения помогут лучше понять сильные стороны и навыки, поверить в свои возможности и скрытый потенциал, заставят увидеть себя с разных ракурсов. Это позволит повысить вашу ценность, которая даст энергию уверенно двигаться вперед, чувствовать счастье и вдохновение, придаст ускорение движению к цели. Джим Керри, когда еще не был знаменит, использовал для себя следующую технику. Он твердил заклинание. «Со мной мечтают работать все. Я прекрасный киноактер, и меня ждут заманчивые предложения». Повторял эту фразу много раз и представлял, будто уже ангажирован в несколько приличных картин. «Иначе как убедить других поверить в вас, в вашу игру, эмоции, переживания, если вы сами в себя верить не будете?» «А о чем вы думаете, что переживаете в данный момент, то и транслируйте окружающим». «Делайте себя и становитесь лучшей версией себя». Подпись Лара Шум. Параграф 1. Как мы себя обесцениваем, применяя по отношению к себе негативные выражения. Пришло время удалить эту привычку из своей жизни. Делим тетрадный лист на две половины. С левого края пишем негативные слова, фразы, выражения, которые употребляем по отношению к себе, начиная со слов «у меня есть иллюзия». А с правой вписываем противоположные утверждения, начиная со слов «мне по душе». Ликвидация привычки. У меня есть иллюзия, что я бесполезная. У меня есть иллюзия, что я слабая. У меня есть иллюзия, что я глупая. У меня есть иллюзия, что я болтаю ерунду. Мне по душе, что я очень и очень полезный человек. Мне по душе, что я могу сама себя в любой момент поддержать. Мне по душе, что я мудрая. Мне по душе, что я говорю самые гениальные мысли. Используя выражение со словами «иллюзия» и «по душе», мы тем самым обманываем наше сознательное, ведь ему сложно поверить в то, в чем оно было уверено много лет. Иллюзия интерпретируется как обман чувств, нечто кажущееся, то есть искаженное восприятие реально существующего объекта или явления, допускающее неоднозначность. Благодаря этому волшебному слову сознание понимает, что негативное мышление – это, оказывается, простой фокус. И нам останется заполнить освободившееся место тем, что нам нравится, от чего спокойно, приятно, хорошо, по душе. Позитивные утверждения выписываем на отдельный лист и вешаем на место, где они постоянно бросаются нам в глаза. Это делается для того, чтобы видеть и читать вдохновляющие на подвиги цитаты о себе любимом в течение дня, недели, месяцев, сдвигая свое сознание в точку уверенности в себе. И потихоньку, со скрипом, изменения начнут происходить, нейронные связи будут менять свою структуру. Слышали поговорку «вода камень точит»? Это означает трудолюбие, упорство и целеустремленность, помноженные на терпение и настойчивость. Если приложить усилия, то можно осуществить задуманное, даже если оно сначала кажется невыполнимым. После того, как сделано первое задание, дадим себе слово, что с сегодняшнего дня, как только осознаем, что обесцениваем себя негативными формулировками, тут же замещаем их на обратной установке. Помните, я принял, приняла решение, и никто и ничто не может меня остановить, даже я сам, сама. Если у вас все же не получается справиться со своими негативными установками, то делаем следующее. Выписываем на бумаге ответы на вопросы. Почему я обесцениваю себя и какие выгоды я получаю от этого процесса? Изменится ли что-то, если я начну думать о себе в позитивном ключе? Я способен приложить усилия на пути к себе? Что я могу для этого сделать? Параграф второй. Непременным шагом в проработке уверенности в себе является дневник успеха. Однажды, уже не помню где, прочитала, а возможно услышала, что надо завести дневник успеха и записывать в него каждодневно свои лучшие свершения, выносить даже самые маленькие победы за день. Например, вечером сложно заставить себя почистить зубы, но все же процедура сделана, результат засчитан и заносится в тетрадь. Я следовала этой рекомендации на протяжении полутора лет. Сначала было мало пунктов с успехами, победами и достижениями, один, два, иногда три, но постепенная игра в розыск побед захватила меня так, что я почувствовала себя Иваном Царевичем в поисках царевной лягушки, и с дневником уже не расставалась, он всегда лежал в моей сумочке. Где бы я ни находилась, где бы не совершала свои маленькие успехи, доставала тетрадь и записывала их. Свершения стали увеличиваться, восемь, десять и больше. По мере дальнейшего поиска положительных результатов и фиксации их в письменном виде, самооценка поднималась незаметно для меня самой. Прошло полтора года, Из гадкого утенка я перевоплотилась в лебедя. Доверие к себе, своим поступкам, решениям, действиям – вот что вошло в мою жизнь. Я начала жить без оглядки на окружающих, убрала из своей головы вопрос «А что обо мне подумают?». Внутреннее состояние превратилось в друга, который поддержит, а не унизит. Теперь наступило время, когда мне было интересно оставаться со своими мыслями один на один, а не бежать от них, как было раньше. Купите красивую, яркую общую тетрадь или неординарный блокнот. То, что вам приглянется. Пусть это будет записная книжка, которую хочется с удовольствием постоянно брать в руки. Назовите эту красоту «Дневник успеха» или как считаете нужным. И каждый день находите все новые свершения, а также ставьте галочку «Свои силе воли», записывая победы за день. Вначале может показаться, что и записывать-то нечего, но после концентрации внимания, постоянного наблюдения, вы заметите, как с каждым днем эта процедура дается все легче и легче. Я не съел ни дольки шоколадки. Не выкурил ни одной сигареты. Сдержался и не нахамил в ответ. Улыбнулся кассиру, подняв тем самым ему настроение. Придержал дверь. Купил у старушки укроп, дав больше денег, чем она запросила. Вымыл всю посуду и пораньше лег спать. И так далее. Если писать список не ваш вариант, воспользуйтесь практикой тибетских монахов. Возьмите несколько камушков или пуговиц, штук 20-30. В конце дня перекладывайте их из одной кучки в другую, вспоминая свои успехи. Каждая пуговица равняется одному успеху за день. И так, день за днем, новые горки успеха из старых камней. Можно это превратить в некий ритуал перед сном. Зажечь свечу, сделать дыхательные упражнения, произнести свои победы и поблагодарить мир, Вселенную, себя. Производя полезные действия ежедневно, вы вырабатываете дисциплинированность. С сегодняшнего дня я фиксирую все свои маленькие и большие победы за день. Я принял, приняла решение. И никто, и ничто не может меня остановить. Даже я сам, сама. Параграф третий. Составьте волшебный список. На примере Барбары Стрейзенд я хочу показать вам, что и вы являетесь самим совершенством. Каждый из вас способен на многое. Барбару Стрейзен дети в школе постоянно дразнили за ее внешность. Отчим избивал, родная мать ненавидела, убеждая ее, что с такими внешними данными ей ничего не светит. И даже однажды подстригла девочку на лысо. Из чувства протеста Барбара стала перфекционисткой. Отлично училась, играла в школьном театре, пела, начала самостоятельно изучать теории театральных реформаторов Константина Станиславского и Михаила Чехова, познакомилась с биографиями великих актрис, наблюдала за гламурными кинодивами, читала романы, пьесы и упорно поступала по-своему. Теперь весь земной шар знает ее имя. На одном из прослушиваний Барбара услышала от режиссера, что ей не помешало бы в резюме на актерские роли указывать и обладание хорошими вокальными данными. Именно тогда юная артистка решила, что начав карьеру певицы, она быстрее попадет в актерский мир, не мытьем, так катанием. В чем разница между Барбарой Стрейзанд, голливудскими красотками, и теми, кто смеялся над ней? Ее нос, голос, очень длинные и тонкие пальцы, упорство и перфекционизм. Она говорила, «Я приехала в Голливуд, не изменив форму носа, не вставив новых зубов и не сменив имени, и я благодарна себе за это». Прямо сейчас сядьте, подумайте и выпишите все явные яркие факты, фишки, особенности, которые отличают вас от других людей. Это позволит иначе взглянуть на свои достоинства и кажущиеся недостатки, предаст уверенности в продвижении себя во всех сферах жизни. Вот несколько примеров. Первый. Я работаю сама на себя, что делает меня дисциплинированной. Второй. Я всегда нахожу положительные моменты в негативных ситуациях, что помогает мне легко сближаться с людьми, не зацикливаться на неудачах, не останавливаться на достижении поставленных задач. Третий. Я постоянно занимаюсь саморазвитием, что поднимает мою самооценку и уверенность в себе. Четвертый. У меня есть список заветных желаний, которые я реализую, и это помогает мне постоянно выходить из зоны комфорта, развивать разные навыки. Пятый. У меня есть отличная особенность. Мои глаза смотрят в разные стороны. Обычные люди считают это дефектом, а я своим преимуществом. Отличия могут быть любыми. Все, что нужно, найти их и выписать на отдельный лист бумаги. И постоянно пополняйте этот список. Вы удивитесь, какой он может быть длинный. Если вы считаете, что у вас нет никаких отличий, что вы обычный среднестатистический гражданин, можете остаться в этой точке и жить дальше, а можете пофантазировать и внедрить свою фишку, по которой вас легко будет запомнить. Взгляд, какие-то внешние атрибуты. Примеры. Первый пример. Стив Джобс и его фирменный взгляд, который он тренировал много лет. Второй пример. Гитлер. Усы и челка. Третий пример. Сталин. Трубка и усы. Четвертый пример. Боярский. Шляпа. Пятый пример. Лара Шум. Волосы цвета красный рубин. Также я финна у горка, у меня круглая форма лица и широкие лицевые кости. Это мое преимущество перед другими актрисами. Барбара Стрейзен говорила, Человек интересен только в том случае, если он в ладу с самим собой. Я поняла, что следует верить себе, быть тем, кто ты есть, и делать то, что ты должен делать, таким образом, как тебе следует это делать. Задание. Запишите видеомонолог «Моя жизнь и мои победы». Или сделайте авторское интервью сам с собой и о себе. Вопросы подготовьте заранее, или позаимствуйте их из телепередачи с участием звезд. Задали себе вопрос и сами ответили на него. Поиграйте в игру знаменитые люди и их достижения. Попросите подругу, друга, знакомого взять у вас интервью, исходя из того, что вы очень популярны. Пусть вопросы придумает интервьюер, ведь тогда они приобретут неожиданный характер, и это будет намного интереснее. А через несколько дней просмотрите вашу запись, как обычно смотрите передачу со звездой. Увидьте себя со стороны и примите, похвалите за те успехи, которых вы уже достигли. Примером для вашей звездной беседы может быть передача в актерской студии, ведущий Джеймс Липтон. Он также имел честь интервьюировать и Барбрус Трейзен. Ссылка на интервью с ней. Ссылку смотрите в электронном варианте книги. Параграф четвертый. Терапия отвержения. Эта техника жизненно необходима тем, кто решил связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Когда вы только начинаете свой путь к славе, вам предстоит услышать множество отказов. Вы нам не подходите. Перед вами захлопнется масса дверей. А вот актеры в большинстве своем даже не получают ответа. Нет. В их случае это просто тишина. Снял пробы, отправил, и если тебя не утвердили, то обратной связи не будет. Конечно, со временем ты привыкаешь отправлять свои видеоработы и жить дальше. Но где-то внутри теплится надежда. А вдруг? Поэтому терапия отвержения поможет вам во многих вещах. Научиться воспринимать «нет» безо всяких переживаний адекватно, не причиняя себе боли и не разбивая сердце. Использовать негативные эмоции как источник вдохновения. Черпать в них мотивацию. Вы перестанете во всем винить себя. Станете более уверенным и наверняка полюбите выходить из зоны комфорта. Слишком часто мы позволяем отказам, с которыми столкнулись в прошлом, влиять на наше будущее. Мы верим словам, которые когда-то услышали от кого-то, вероятно, не совсем умного человека. Вспоминаем о ситуации, печальный исход, который был лишь результатом стечения обстоятельств. Не считаем, что заслуживаем большего. Пришло время избавиться от прочно укоренившейся в вашем подсознании идеи о том, что вы не заслуживаете лучшего. Пришло время научиться отрицанию. Именно научиться. Для этого используем технику терапия отвержения. И пойдем в поля. Об этой игре я узнала случайно. Когда я создавала курс по раскрепощению для актеров, наткнулась на статью про эмигранта, который первоначально приехал в Соединенные Штаты из Китая в качестве студента по обмену. Он всегда хотел стать предпринимателем, и у него было много идей, но из-за страха неудачи, который сковывал его на протяжении многих лет, он никогда не нажимал на курок. Будучи молодым отцом, работающим в корпоративной Америке, Дзя начал чувствовать разочарование из-за того, что его зона комфорта год за годом удерживала его от реальной мечты о предпринимательстве. Однажды ночью, сидя в интернете в поисках помощи, он наткнулся на сайт, который рекомендовал нечто, известное как терапия отвержения. Это был процесс преодоления страха отвержения. Он состоял в том, чтобы делать что-то в повседневной жизни, зная, что обязательно получишь отказ. Эта мысль испугала Дзя, но он решил попробовать. Он решил, что будет искать один отказ в день в течение 100 дней. Чтобы оставаться ответственным, он вознамерился публиковать каждый отказ в блоге. В первый же день Дзя подошел к охраннику в здании. Он не знал этого человека, но спросил, не может ли тот одолжить ему 100 долларов. Охранник посмотрел на него и сказал, «Нет, почему ты спрашиваешь?» Дзя так нервничал, что поблагодарил этого человека и ушел, не продолжая разговора. Также он зашел в большой зоосалон и заказал себе стрижку. Он постучал в парадную дверь незнакомца, одетого в футбольную форму и спросил, можно ли ему поиграть в футбол на заднем дворе. Он ожидал отказа от каждой из этих попыток и от десятков других, но к его удивлению, он часто получал то, что просил. Он также обнаружил, что многому научился в ходе этого процесса и начал терять страх быть отвергнутым. Его примеры вдохновили и меня, и я тоже начала работу над этой техникой. Вот несколько самых интересных примеров. Первый пример. Было жарко, я ехала на велосипеде и остановилась около светофора, где также стоял молодой человек, который курил. Я спросил его, может ли он бросить курить. Каково же было мое удивление, когда он тут же выбросил сигарету и посмотрел на меня с довольным видом, мол, не ожидала, что брошу. Я его поблагодарила за этот шаг. Второй пример. Отдыхала на природе и очень захотелось выпить чашечку кофе, а деньги с собой не взяла. Увидела двух молодых людей и попросила у них 50 рублей, не объясняя, зачем они мне нужны. А они не спросили, просто дали деньги. И я исполнила свое желание. Третий пример. Самым сложным заданием было попросить мужчину пригласить меня на свидание. В течение пяти часов прогулки не смогла подойти к пяти привлекательным мужчинам, но на шестом часе все же решилась и заставила себя перегородить путь очередному красавцу. Подходил я только к тем, кто определенно был мне симпатичен, это усложняло задание. И попросила его пригласить меня на свидание. Я получила ответ «нет», потому что он уже занят. Как я отреагировала? Улыбнулась, ведь я все же реализовала задуманное и пошла дальше в хорошем настроении. История Дзя полностью изложена в его книге «Доказательство отказа». Ее определенно стоит прочитать, как и то, что определенно стоит проделать эту технику. Пусть не сто «нет», но хотя бы пятьдесят действий, нацеленных на отказ, воплотить. Первый раз будет самым сложным для вас, но раз Дзя сделал, я сделала, то и вы справитесь и станете сильными перед ответом «нет». Отказ – это еще не конец света. Параграф пятый. Выделите место в своем доме для демонстрации своих достижений и их атрибутов. Каждый раз, когда вы проходите мимо, вы будете вознаграждены всплеском гордости и напоминанием о том, как вы ценны в этом мире. Параграф шестой. Нахождение своих ценностей с точки зрения вашего внутреннего «я». Внутренние ценности – это наши внутренние мотиваторы. Это то, что может заставить нас делать что-то сутки напролет, от чего будет рождаться драйв в силу энергии, подниматься жизненный тонус, то, о чем мы с вами даже не задумываемся. Свои приоритеты надо понимать и их надо знать. Почему? Секс на картинке и истинная страсть. Есть разница? Сформулируем, что могут сделать с нами наши внутренние ценности. Первое. Не обращать внимание на время. Второе. Не обращать внимание на мнение других. Третье. Быть креативным, то есть придумывать, изобретать. Четвертое. Не жалеть денег и ресурсов. Пятое. Чем-то жертвовать. Если есть выбор между тем, что удовлетворяет внутреннюю ценность, и между каким-то другим делом, то этим другим мы жертвуем. У каждого человека свои внутренние ценности. Например, тот, у которого ценность дети, никогда не поймет человека, у которого ценность личная свобода. Ценности – это субъективно. Точка зрения, чувства, убеждения и желания человека. Ценности делятся на две категории. Ложные и истинные. И речь не о плохих или хороших ценностях, а о результатах. Цитата из книги «Безумная звезда» Терри Пратчетт. «Каковы же величайшие ценности, которые даются нам в жизни?» Изрек вождь варваров. Это одна из тех вещей, которые полагается говорить в варварских кругах, чтобы поддержать свою репутацию. Человек, который сидел справа от вождя, задумчиво допил коктейль из кобыльевого молока и крови снежной кошки и высказался следующим образом. «Чистый степной горизонт, ветер в твоих волосах, свежая лошадь под тобой». Человек слева от вождя ответил. «Крик белого орла в небесных высях, снегопад в лесу, верная стрела на твоей тетиве». Вождь кивнул и произнес. «Это, конечно же, вид убитого врага, унижение его племени, стоны и плач его женщин». При столь вызывающем утверждении из-под всех бород послышалось одобрительное бормотание. «Да, да, 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 да. Наш прор farmers. Согласен, мол, да». Потом вождь уважительно повернулся к гостю, небольшой фигурке, заботливо отогревающей у огня отмороженные конечности, и обратился к нему со словами. Однако наш гость, чье имя легенда, должен поведать нам истину. Каковы же величайшие ценности в человеческой жизни? Гость прервал очередную неудачную попытку прикурить. Что ты сказал? Без зуба прошмакал он. Я сказал, каковы же величайшие ценности в человеческой жизни? Воины нагнулись поближе. К словам героя стоило прислушаться. Гость долго и упорно думал, а потом с нарочитой неспешностью изрек. Горячая вода, хорошие стоматологи и мягкая туалетная бумага. Ложные ценности – это те, которые привиты обществом, которые считаются правильными везде. Мы хотим верить, что это наши ценности, тем самым обманывая себя. Ложные ценности – это те, которые не оправдали себя. Наши истинные цели ведут вперед, а ложные держат в рамках, в каких-то критериях. Семья и дети для кого-то будут внешними ценностями, привитыми обществом. Почему? Если бы построение семейной ячейки для большинства из нас являлось реальной, истинной ценностью, внутренней потребностью, то количество успешных, богатых и знаменитых людей было бы в разы больше, потому что они были бы в ладу со своим внутренним миром. Но статистика браков и разводов говорит об обратном положении вещей. Я не пропагандирую, что иметь семью – это плохая ценность. Целью шестого пункта является поиск мотиватора, который действительно нужен для того, чтобы двигаться к конечному результату. Нахождение идеи, которая будет вдохновлять, а не слепое следование чьим-то чужим мечтам. То же касается и тех, кто решил стать знаменитым в шоу-бизнесе. Для большинства стремящихся к успеху, славе, эта цель навязана обществом. Давайте про истинные значения. Я надеюсь, что ваши внутренние ценности будут находиться в рамках уголовного кодекса, законов божьих и так далее. Что это будет ваша внутренняя личная ценность, подходящая только вам. Помните, что на других людей она не распространяется. Истинные ценности – это ваши инновации, нововведения, повышение эффективности процесса, улучшение качества. Но они, как правило, часто не равны тому, что думает общество, и не поддерживаются им. Это нормально. И если вы будете продвигать свою ценность, то найдете последователей, а кто-то вас отвергнет. Если есть то, что не прет, значит есть то, что прет. Ценности корректируются. В детстве мы готовы были продать родину за конфетку, в юности за хороший секс. Домашнее задание. Составьте список из пяти внутренних ценностей, которые, на ваш взгляд, максимально вас зажигают, делают вас человеком в полном смысле этого слова. Тем, кто не обращает внимания на время. Тем, кто не обращает внимания на мнения других. Тем, кто изобретателен и креативен. Тем, кто не жалеет денег и каких-либо других ресурсов. Тем, кто может чем-то жертвовать, потому что знает ради чего. Далее сделайте это упражнение до пятого пункта включительно. К номерам 6 и 7 приступаем чуть позже, только после того, как проработаете все пять заданий. Их не читаем. Тогда это будет наиболее честная работа в отношении себя. Что нужно сделать? Первое. Прописать пять ценностей на пяти бумажках. Второе. Расставить приоритеты. Один, два, три, четыре, пять. Где один – это самая важная ценность. Третье. Начинаем с номера пять. Вы смотрите на нее, видите в своем воображении, понимаете ее важность для вас, какое место ценность занимает в вашей жизни, чувствуете ее. Делаем не больше минуты, основываясь на своих ощущениях. Затем, глядя на эту ценность, прощайтесь с ней и скомков лист, бросьте на стол. Четвертое. Следите за своим внутренним состоянием. Как вы себя чувствуете в тот момент, когда прощаетесь с ценностями? Так проделываем со всеми остальными записями от пяти до одного. Пятое. Все пять ценностей выброшены. Вы большой молодец. И переходим к следующему этапу. Шестое. Разглаживаем все скомканные листочки, и если вам захотелось поменять местами свои прописанные пункты, меняем и смело пишем новую цифру. Например, деньги у меня были на пятом месте. После проведения этого упражнения они заняли второе. Седьмое. Затем снимаете видео, где рассказываете самому себе о своих ценностях и почему они вам нужны. Материал не удаляем, а периодически его просматриваем. Таким образом активизируем процесс творческого поиска и повышаем качество жизни, показывая своему сознанию, что вы хотите, что вас на самом деле открыто и честно двигает вперед. Вы находите партнера в самом себе. Параграф седьмой. Техника «Я разрешаю». Как научиться позволять себе больше. Одним из главнейших подсознательных блоков, мешающих людям достигать успехов, является то, что многие просто-напросто не разрешают себе иметь те или иные материальные блага. Это очень опасная штука. Ведь вы можете даже не осознавать своих ограничивающих убеждений, скрытых глубоко в душе, а они подсознательно будут блокировать ваши попытки позволить себе больше того, что вы сейчас имеете. И это относится как к материальным сферам вашей жизни, так и к нематериальным. И как вы понимаете, сейчас мы займемся тем, что будем устранять внутренние блоки. Мы будем разрешать себе то, чего нам действительно хочется. Будем учиться позволять себе больше. Для этого проделайте нехитрую процедуру. Составьте список всего того, что хотите в жизни. Учитывайте абсолютно все. От новых кроссовок, квартиры до карьеры вашей мечты. И перед каждым своим желанием напишите фразу «Я разрешаю себе». Я разрешаю себе иметь белые кроссовки фирмы X. Я разрешаю себе иметь счастливые отношения с достойным молодым человеком. Я разрешаю себе открыть собственное рекламное агентство. «Я разрешаю себе быть успешной в выбранной профессии». И так далее. На составление списка может уйти от пары часов до нескольких дней. Подойдите к этому процессу очень ответственно. Впишите в список все, о чем вы мечтаете. После этого перечитывайте список один-два раза в неделю. Постепенно вы пропишите в своем подсознании новые установки, которые уберут все ограничивающие блоки. И это, несомненно, отразится на вашей жизни исключительно в лучшую сторону. Джим Керри выписал себе чек на 10 миллионов долларов за актерские услуги. Датировал его Днем Благодарения 1995 года и положил в бумажник. С тех пор он носил его с собой. Спустя три года, накануне Дня Благодарения, Джим Керри получил чек в 10 миллионов долларов за роль в фильме «Тупой и еще тупее». Раз получилось у Джима Керри, Барбары Стрейзен, то получится и у вас. Разрешите себе. Параграф 8. Ставим цели. Напишите маленькое актерское устремление, которое, как вам кажется, можно легко реализовать. Пропишите по пунктам шаги, которые надо предпринять для успешной реализации этого устремления. Например, цель – красиво говорить. Первое. Займусь ведением дневника или блога, составлением планов на день, неделю, месяц. Второе. Займусь самообразованием, всячески постараюсь повысить свой интеллект. Третье. Вдумчиво и не спеша начну читать классическую русскую и зарубежную литературу. Четвертое. Буду заучивать наизусть стихии или прозаические фрагменты и декламировать их вслух перед зеркалом. Пятое. Буду стараться добиваться четкого произношения скороговорок. Шестое. Не буду рассуждать на темы, в которых не разбираюсь. Не буду использовать умные слова, значения которых понимаю туманно. Седьмое. Займусь постановкой голоса. Фонопедические упражнения. Восьмое. Аутотренинг каждый день. Я знаю, о чем говорю, и могу импровизировать. Я действительно хочу, чтобы мои слова были услышаны. Девятое. Буду искренним. Если я буду честным перед слушателями, то мои слова будут звучать убедительно. Десятое. Буду проявлять искренний интерес к собеседнику. Использовать вежливые слова. Пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, спасибо, благодарю, очень приятно и так далее. Не буду допускать ни заискивающего, ни развязного, ни надменного тона в разговоре. Я принял, приняла решение, и никто и ничто не может меня остановить. Даже я сам, сама. Гастрономический совет к этому пункту. Альберт Эйнштейн подметил, что большинству людей нравится рубить дрова, потому что результат виден сразу. Именно из-за того, что при решении крупных и непростых задач результат отдален по времени, людям и свойственно увиливать от их выполнения, иначе говоря, откладывать в долгий ящик. Чем глобальнее задача, и чем более жесткий срок ее выполнения, тем труднее заставить себя заняться ею. Слона удобнее есть по частям. Даже сильно проголодавшись, человек не в состоянии съесть сразу целого слона. Но он может каждый день съедать вабиштекс. Крупную задачу следует разбить на составляющие, и каждый день делать небольшой шаг к ее решению. Тогда появятся небольшие результаты, которые будут стимулировать выполнение оставшейся работы. Маленькое актерское устремление вы уже, надеюсь, прописали. Теперь возьмите большую актерскую цель и совершите те же самые действия, что и с маленьким устремлением. Знайте, что вы обязательно претворите это в реальность. Ведь вы создали свой перечень пошаговых последовательных действий, которые вам необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат в какой-либо работе. Теперь вы Индиана Джонс и должны преодолевать препятствия на своем пути к цели, которую сами себе поставили.